Привет, друзья! Сегодня покажу, как в своих домашних условиях выращивать дрожжи, как печь из них очень вкусный, воздушный и пористый хлебушек, как ними пользоваться, как их восстанавливать. В общем, все очень просто и очень легко делается. Обязательно заходите в описание, там еще укажу некоторые нюансы по работе с ними. Обязательно почитайте, что есть в описании. Открывайте и смотрите. Получается вот такой вот красивый, воздушный, легкий, пористый хлебушек. Его рецепт я также оставлю в описании. Для начала нам понадобится маленький небольшой кусочек дрожжей. Собственно, просто как культуру определенных дрожжей с сахаромицетов, которые мы будем развивать. У меня было всего лишь 12 грамм, причем замороженных каких-то старых дрожжей. К ним добавляю сахар и добавляю воду. Сахара буквально щепотку, 3-5 грамм на 12 грамм дрожжей у меня было, а воды такое же количество, как и дрожжей, то есть 12 грамм. Добавляю сюда в 3 раза больше по весу муки, то есть 36 грамм. И перемешиваю. Получается вот такой вот комочек теста. Он довольно плотный, но мне удобнее, когда вот такое вот тесто получается. Поэтому после того, как я уже восстанавливала эту смесь через время, то я уже добавила муки поменьше, ее потом эту смесь проще растворять. Дальше покажу. Изначально вот такой вот комочек маленький у меня получился. Отправляю его в банку. Банку крышкой плотно не накрываем, для того, чтобы выходил лишний углекислый газ. И оставляем при комнатной температуре на 4 часа. За эти 4 часа, раза 4 перемешайте, чтобы опять-таки из-за углекислого газа не закисало тесто. Затем отправляем минимум на ночь в холодильник и можно уже пользоваться. Вот на утро я уже сейчас замешиваю хлебушек. Для начала кусочек теста растворила в водичке, добавила потом сахар. Наверх у меня в хлебопечке потом пошла мука, масло, сметана, соль и немножечко еще добавляю растительного масла. Это идеальный рецепт хлеба для хлебопечки, обязательно пользуйтесь. Из-за того, что дрожжи у нас еще молодые, культура молодая, у меня только вот сутки прошло, тесто подходит немного дольше, чем обычно. Где-то час лишний, мне понадобилось времени. Поэтому я просто поставила программу на паузу и затем запустила отдельно программу выпечки. Просто отсрочила как бы саму выпечку. Получился вот такой вот пористый воздушный хлебушек. У меня остался потом небольшой кусочек этого дрожжевого теста. К нему я опять-таки добавляю такое же количество, как примерно у меня этого теста, воды. Опять добавляю щепотку сахара. И опять добавляю муки, чтобы получилась вот такая вот консистенция. Опять оставляю на столе примерно на 3-4 часа и отправляю в холодильник. Масса эта может храниться до 7 дней без вот такой подкормки. Через 7 дней опять нужно добавить воды, чуть сахара, чуть муки. Подкармливаем просто эту массу и она может быть в принципе вечной. Если у вас уже ее там много получается, можете там часть выбросить ее, либо использовать. В общем, на самом деле все просто. Обязательно пользуйтесь. Если что-то непонятно, спрашивайте в описаниях. Я обязательно всем отвечу. С вами как всегда был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.